Как слышать голос Божий? Дерек Принс. Часть первая. Неизменное Божье требование. Библия открывает нам, что Бог имел дело с человечеством в разное время по-разному. И богословы называют эти разные периоды диспенсациями. Для нас более привычно называть их эпохами. В истории человечества, записанной в Библии, мы находим несколько разных периодов взаимоотношений Бога с человеком. Сначала Бог поддерживает эти взаимоотношения каким-то определенным образом, но затем Он в чем-то меняет их, что и называют периодом от одной диспенсации к другой. Я упомянула об этом особом богословском термине только по той причине, что хочу указать на определенные факты, касающиеся разных диспенсаций, показать то, что изменялось. А затем мы рассмотрим то, что всегда оставалось неизменным. Давайте рассмотрим три главных периода, которые различают в Библии. Первый период – это эпоха патриархов. Слово «патриарх» означает «отца семейства». Это эпоха Авраама, Исаака, Иакова, а также тех, кто жил еще раньше них – Еноха, Ноя и т.д. В этот период времени Бог имел взаимоотношения в основном с отдельными людьми, с главами семейств, а затем с их семьями. Эти люди строили свои собственные взаимоотношения с Богом. Затем пришел период, который называют эпохой закона, когда Бог строил взаимоотношения с Израилем как с народом. Он поместил израильтян под особый закон, который был дан лишь для них и неприменим ни к какому другому народу. В эту эпоху большую часть времени Израиль имел храм и священство. Таким образом, отличительной чертой этого периода был закон, храм и священство. Затем наступило то, что мы называем эпохой Евангелия – временем проповеди Благой Вести всему человечеству. Независимо от расы и национальности. Это провозглашенное Евангелие требует от каждого человека его личного отклика. Итак, мы можем обозначить три главных периода. Первый – период патриархов. Второй – Израиль под законом. И третий – эпоха Евангелия, в которой мы живем и сегодня. И, как уже было сказано, Божьи требования во всех этих трех эпохах немного разные. Однако, среди всех этих различий остается неизменное требование. Одно – что Бог ожидает всегда. Нам очень важно увидеть это. Верю, что единственным неизменным требованием, которое не менялось никогда, является требование слышать голос Божий. Это всегда было присуще для принадлежащих Богу людей и отличало их от всех других. Эти люди, которые жили в разное время, научились слышать голос Божий. Давайте рассмотрим в пятикнижней Моисеевом эти первые пять книг Библии, несколько примеров, каждый из которых показывает уникальную важность слышания голоса Божьего. Случилось так, что народ Израиля, странствуя по пустыне, остался без воды, и люди начали испытывать мучительную жажду. Наконец, они нашли водоем, прозванный Мера, в другом – прочтении Мерива. Они хотели напиться воды, но не могли, потому что в воде была горечь. Тогда Моисей воззвал к Богу, и Господь указал ему настоящее неподалеку дерево. Когда Моисей бросил это дерево в водоем, то состав воды изменился, и народ смог ее пить. При этом Господь сказал Моисею. Исход 15.26. Каким является первоначальное требование? Если ты будешь прилежно слушать, именно о старательном слушании говорит оригинал – голос Господа, Бога твоего. Буквальный перевод звучит так. Если ты будешь слушая слышать, другими словами, ты должен слушать Господа обоими ушами – и правым, и левым. Не нужно слушать Господа одним ухом, а вторым ухом – другой источник информации. Вот что значит иметь внимательное двойное слушание – и слушая слышать. Итак, Бог сказал Израилю. Если ты будешь поступать так, то никогда не будешь болеть. Я буду поддерживать твое здоровье. Я буду твоим доктором. Я приму на себя ответственность за твое физическое состояние. В моей жизни было время, когда врачи были бессильны помочь мне. Будучи новообращенным и долгое время находясь в госпитале, я начал изучать Библию в вопросе – возможно ли получить исцеление от Бога. И я обнаружил, что практически в каждом месте Писания, где Бог говорил об исцелении, делалось ударение на том, что мы с вами уже прочитали. Если ты будешь прилежно слушать голос Господа, Бога твоего, тогда я отведу от себя все эти болезни. Затем мы читаем о том, что Израиль подошел к подножью горы Синай, а Моисей взошел на нее, и Господь беседовал с ним и дал ему слово к детям Израиля. Исход 19, 3-6 Моисеев взошел к Богу на гору, и воззвал к нему Господь с горы, говоря, «Так скажи дому Иаковлеву, и возвести сынам Израилевым, вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться глаза Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, а вы будете у Меня царством священников и народом святым». Обратите внимание на четыре этапа работы Бога и с Израилем. Во-первых, Бог говорит, что Он принес Израиль к самому себе. Первоначальной целью искупления всегда является личный приход к Богу. Во-вторых, Бог говорит, что хотел бы, чтобы Израиль повиновался Его голосу. Это то, благодаря чему мы входим в обеспечение Божье. В-третьих, Он говорит им о необходимости хранить Его завет. Божий завет – это тот способ взаимоотношений Бога с людьми, который был им самим установлен и утвержден навсегда. В-четвертых, Он сказал, «Тогда вы будете царством священников. Вы будете особым народом, благословенным более всех других народов, и будете отличаться от них». Вот этот порядок. Первое. Быть приведенным к Богу. Второе. Слушаться Его голоса. Третье. Хранить Его завет. И таким образом, четвертое. Стать царством священников. Теперь давайте перейдем к Второзаконию и прочитаем несколько стихов из 28 главы этой последней книги Пятикнижья. Здесь записаны слова, которые Моисей сказал Израилю прямо перед тем, как они вошли в свое наследие, в землю хананскую. Это было своего рода обобщением всех Божьих требований. И опять-таки, самое большое ударение здесь делается на одном – на слышание Божьего голоса. Вся эта книга говорит о благословениях и проклятиях, двух противоположных участях, которые ждут Израиль. Но в обоих случаях все зависит от того, послушные или непослушные израильтяне, голосу Божьему. Второзаконие 28.1.2. «Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего». Обратите внимание, что это обращение к Израилю начинается и заканчивается словами о внимательном слушании голоса Господа. И результатом тщательного слушания голоса Господа будет то, что «все благословения придут на тебя и настигнут тебя» – дословный перевод. Теперь давайте посмотрим на противоположность этого в этой же самой главе, но немного далее. Второзаконие 28.15. «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». Не правда ли? Сказано предельно ясно. Было бы глупо не обратить внимание на эти слова. «Если мы внимательно слушаем голос Господа, то на нас приходят все благословения. Но если мы не слушаемся голоса Господа, нас постигнут все перечисленные проклятия». Как видите, это является постоянным требованием Бога к своему народу во все века и диспенсации, во все времена и эпохи. По своей сути, это требование очень простое. Если вы хотите быть моим народом, если вы хотите наслаждаться моим благословением, в таком случае внимательно слушайте мой голос. Слушайте мой голос в два уха. Но если вы не слушаете, если вы не хотите слушать меня, то такое ваше поведение не будет в благословении, но в проклятии для вас. В частности, это касается и вашего физического здоровья. Если вы будете внимательно слушать голос Господа Бога вашего, то я, Господь, буду тем, кто исцеляет вас. Ключом не только к исцелению, но и ко всем остальным благословениям и всему обеспечению Божьему является следующее – внимательное послушание голосу Господа. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!